так друзья добрый вечер как видно как слышно отлично приветствую всех Валерий Магнитогорс как всегда здесь я многих уже как говорится знаю в лицо вот поэтому друзья извиняемся с Алексеем сразу за то что чуть-чуть задержали и не запустили в начале ролики просто мы как и обещали меняли формат нашей работы ну что значит поменяли стали более интенсивно работать то есть мы теперь проводим два вебинара днем то есть в 12 и в 13 часов и два вебинара вечером в 19 и потом в 20 то есть мы выделили специально для новичков и в 20 соответственно в 19 и в 12 мы проводим эту работу для новичков потому что столкнулись с чем друзья что мы-то с вами обсуждаем у нас все как бы в порядке мы получаем информацию обмениваемся общаемся вы задаете вопросы я там с Алексеем отвечаю готовим соответственно следующие темы которые есть а новички которые постоянно входят на наш то есть столкнулись с тем что у них просто скрипят мозги они просто не выносят той информации которая есть у них происходит просто разрыв интеллекта и разрыв мозга и поэтому мы пришли к выводу что надо вводить еще по такой же логике для Сибири и Дальнего Востока в 12 часов и для европейской части в 19 часов именно тему презентационную для новичков и здесь друзья я обращаюсь к вам с очень серьезным таким предложением просьбой вопросом который требует совместной работы друзья мы конечно полностью рассчитываем на вас и это наша совместная работа то есть мы должны вот мы с Алексеем будем как ну говорящая голова я не люблю такого слова а те кто доносят информацию но это будет друзья работа плод нашей коллективной с вами работы мы должны вот в эти презентации вложить основные вещи которые человек с нуля входя на этот вебинар получает всю информацию которую ему необходимо чтобы двигаться дальше мы с вами должны совместно отработать всю подачу информации какая информация быть последовательность отработать каждую фразу здесь я рассчитываю на ваши соответственно вопросы на ваши пожелания и Алексей сбросит сейчас почту и мою и Алексей и свою и скайп поэтому пишите обращайте и мы с вами в течение ну я думаю там месяца двух может быть там трех месяцев мы должны отработать идеальную такую презентацию именно экономически политического технологического и политического плана то есть в том о том что это за проект какие аспекты он затрагивает какую терминологии надо владеть для того чтобы человек который первый раз пришел получил соответственно всю информацию и дальше мы с вами говорили и мы будем призывать к работе которые мы с вами ведем и здесь я беру на себя обязательства и я уже говорил я буду вам показывать я буду приглашать новых людей на вебинары я буду вам показывать соответственно записи и просто людей которые будут приходить новых то есть естественно это будут узнаваемые люди и вы будете знать для того чтобы я вам показывал что я свою работу делаю а вам друзья настоятельная просьба и очень такая серьезная рекомендация друзья приводите друзей родственников на этим вебинары для новичков мы ведем для того чтобы каждый месяц и каждый вебинар у нас удваивалось количество людей которые пришли первый раз и здесь друзья я как раз рассчитываю на и мы рассчитываем всей нашей командой мы с алексеем частности что мы будем доносить и доводить именно терминологию связан с гектаром земли мы будем объяснять очень сжато емко и аргументированно почему надо получать эту землю почему глупо отказываться почему глупо за там тысячелетнюю историю такое в третий раз в истории имперс россии и как государство как империи и почему вы сегодня должны отказываться и не получать этот ресурс который вам сегодня дает государство почему только благодаря технологии skyway это это земля становится золотой и эта земля сегодня получает небывалые перспективы для развития почему сегодня ту интеллектуальную собственность которую в подарок идет от компании при регистрации и соответственно при развитии проекта то что сегодня дает юницкий именно как владелец интеллектуальной собственности завтра это может так алексей это у нас вопросник зашел первый раз зашел с вебинара для новичков то есть у нас 11 человек пришло с вебинара новичков значит еще раз здравствуйте меня зовут сергей сибиряков соответственно мы с алексеем суходуем его для вас продолжаем сегодняшний вечер а те кто зашел первый раз этого 24 человека это те кто вообще попал первый раз на вебинар поэтому здесь у нас просьба к вам друзья мы не будем делать сейчас контакт надо подписать через интернет чтобы продолжить с ними работу не каждый так друзья вот лена говорит сейчас пишет друзья мы сейчас делаем целую группу целую работу в твиттере и поэтому друзья заходите заходите в в твиттер и соответственно эти там на эту работу и соответственно в тех ресурсах которые мы ведем сегодня как группа в основных сегодня сетях которые есть поэтому обращайтесь пишите алексею и мы будем это организовывать значит вопрос традиционный который есть по земле который идет в сибири вот я тоже отвечу на этот вопрос но чуть позже вот то есть это наша стратегия которую мы ведем который делаем поэтому друзья те которые зашли вот уже 25 человек на сегодня вебинар первый раз поэтому друзья у меня к вам просьба мы второй раз не будем делать час презентацию которую мы делали час назад поэтому завтра будет или даже сегодня уже будет запись этого вебинара уже лежит запись вебинара который был 12 часов для новичков посмотрите ну а так приглашаем вас в следующую среду в 12 часов также вебинар будет презентация в 12 потом в 13 это уже встреча с нашими традиционными ну как мы уже называем верными старичками здесь неправильно сказать хотя в бой тут уже одни старики это те кто уже давно в проекте то есть я многих знаю которые самого первого вебинара самой первой встречи здесь с нами те кто соответственно на этих вебинарах получает новую информацию новый анализ это те кто развивает проект поэтому это для новичков а теперь друзья для ветеранов для тех кто уже является активным членом и активным последователям проекта друзья давайте сейчас сконцентрируемся и наша задача на эти вебинары для новичков чтобы вы сами приходили нам очень важно чтобы вы смотрели анализировали делали критические замечания и соответственно нам доносили что надо добавить что усилить на что сделать акцент какой последовательности давать информацию подключайтесь это общая работа дальше когда мы с вами общими усилиями придем мы пример поймем что это идеальный вебинар и мы его провели на довольно таки высоком уровне что уже больше добавить нечего тогда мы его уже будем переводить на разные языки армас как всегда впереди планеты всей сегодня он отчитался перед советом директоров что он подписал первого китайца и сегодня первый китаец стал партнером проекта skyway это знаменательный такой момент потому что китайцев много и дальше арман собирается высаживать целым десантом и идти запускать проект в китае соответственно также андрей сейчас готовит хавратов очень большую программу для индии потому что это друзья евразия это тон то наша основа и естественно это основные наши союзники партнеры и тем кому skyway тем кому транснет нужен сегодня наибольшим уровнем наибольшим таким соответственно в плане и здесь можно сказать что страна которая больше всего выиграла от интернета который больше всего пользователей интернета у тех у страны у которой вообще не было никакой связи а благодаря интернету она вышла на лидирующие позиции в информатизации в мире это конечно китай и соответственно транснет для индии для китая для бразилии для стран брикс это тоже сегодня то что сегодня делается главному для развития поэтому друзья с нового года но и сейчас уже конце года с нового года будет активно стартовать именно программа где вы будете привлекать и как раз партнерка который будет акциями за каждого приведенного человека и поэтому приводите на вебинары регистрируйте людей вы будете получать за это вознаграждение в виде акции естественно и это будет именно от головной компании потому что это интеллектуальная собственность которая будет идти от инженера юницкого сейчас это проговаривается делается пока это еще не готово к работе но я думаю что это разумный ход и рано или поздно эта система начнется поэтому если уже обобщать и говорить то есть я сейчас говорю от лица тех кто в программе для тех кто привлекает новичков то это как подводя итоги нашего дневного нашего вебинара для новичков мы должны с вами совместно сделать абсолютно доказательную убедительную легко доступную доходчивую информацию которая должна человека при давать информацию о том что великий человек великий руководитель президент владимир владимирович путин сегодня используя землю как инвестиционный ресурс привлекает новых людей для того чтобы развивать сибирь и дальний восток большое ему за это спасибо до этого до него это делал князь владимир до этого после этого столыпин который делал реформу 5 миллионов семей переселил в сибирь и соответственно еще и датировал их за счет боевого банка кооперативного банка россии который был самым крупным банком европе и соответственно 5 миллионов семей получили суды на развитие в сибири соответственно второй момент что сегодня русский изобретатель русский ученый генеральный конструктор генеральный директор президент группы компаний skyway и владелец интеллектуальной собственности доведя технологию сегодня то промышленного применения и мы с вами сегодня участвуем в запуске проекта когда выводим технологию уже для коммерческой и без использования то мы тоже будем с вами на не раз уже говорить соответственно объединяется эти два направления и люди которые заявляются и получают землю на дальнем востоке это одна из самых дорогих будет участков земли на всем евразийском на всем евразийском пространстве потому что это это у нас на евразийском более пространстве более 25 миллионов квадратных километров несколько пусть мы считали это около двух или трех миллиардов гектар земли и соответственно та земля которая идет несколько миллионов гектар это незначительная часть именно эта земля станет самой дорогой в евразийском пространстве потому что через нее пройдет линейный город который будет санкт-петербург владивосток дальше при развитии проекта он будет продлен лондон токио дальше это будет кин это построение евразийской транспортной системы потому что и компания у нас основная называется евразийской транспортной евразийской транспортной системы и соответственно то что мы сегодня делаем по евразии и линейный город это все развитие этого проекта и поэтому мы доносим информацию о том что земля которая будет очень дорогой благодаря проекту и плюс еще капитализация которая в виде дается части интеллектуальной собственности и адресные проекты которые запускаются как демонстрация как возможность которая будет уже в шестнадцатом году все это должно не оставлять никаких сомнений что это необходимо и в этом проекте надо участвовать и поэтому друзья дальше мы с вами будем ввести прям учет график и показывать что на вебинаре с пустим в среду для сибири и дальнего востока у нас было столько-то человек на следующий раз мы с вами привели каждый по два человека значит у нас столько-то будем смотреть кто дорабатывает кто не дорабатывает и здесь как раз друзья я считаю что дальний восток должны сто процентов населением заявиться и получить эту землю хотя я сегодня даже слышу от нескольких там журналистов или даже там каких-то политических деятелей что это особенно оппозиционного такого плана к президенту которые говорят что это пустая затея что это очередной пшик что эту землю брать не надо так вот друзья этих людей надо приводить к нам на вебинары мы будем объяснять показывать что мы делаем почему эту на землю надо брать и после наших вебинаров я бы хотел увидеть хоть одного человека который скажет я отказываюсь от земли которую дает бесплатно президент путин я отказываюсь от тех акций которые сегодня дает в подарок компания и лично анатолий дарович юницкий я отказываюсь от участия в адресных проектах бесплатно ну и человек должен аргументированно что-то сказать я думаю что мы будем таких людей искать записывать у нас у них интервью и чтобы они рассказывали почему от этого они отказываются и здесь я думаю что будет единственный аргумент помните как очень популярным хорошим детском детском мультике что а баба ига ига против то есть чтобы мы не говорили она говорила я все равно не верю а я все равно не хочу и мне эта земля не нужна ну друзья такие тоже люди будут мы на них будем смотреть но я могу сказать что это люди которые не способны учиться не способны воспринимать информацию и в принципе я могу добавить что идиотов во все времена ну было достаточно и поэтому я таких людей просто могу назвать идиотами вот с ними наверное говорить не о чем тем кто будет сознательно мешать развитию этого проекта те кто будут сознательно мешать это друзья уже враги это уже время значит у них другие цели и задачи нежели развитие дальнего востока развитие сибири развитие россии развитие вразии к этим людям мы будем относиться тоже соответственно потому что враги и я вам могу сказать вот тут недавно у меня был очень серьезный спор с одними инвесторами причем очень крупными и мы тоже говорили то есть вам рассказывали говорили что мы с алексеем ведем переговоры сейчас с одним из крупнейших венчурных фондов европы и не исключено что алексей ближайшее время командируем в париж вот для того чтобы уже подписывать определенные соглашения это тоже не исключено именно началась та фаза когда крупные инвесторы начали замечать что проект развивается что что-то делается и это что-то очень интересное это друзья я всегда это говорил и буду повторять это наша с вами заслуга мы сегодня делаем доказательную базу и вот мне как раз на вебинаре который был для новичков задавали вопрос что сейчас затраты все увеличивается и идет обнищание идет падение жизненного уровня мы друзья с вами не сможем довести проект до конца и мы не сможем собрать те инвестиции которые необходимы для строительства но это во первых друзья не так того что по всей оценке сегодня на руках у населения страны россии находится более 12 триллионов рублей и эти друзья деньги которые сегодня за мизерные проценты находятся в банках за мизерные проценты находятся в фондах эти деньги обесцениваются каждый день потому что цена на нефть падает инфляция сегодня перескакивает уже не то что двухзначна она перескакивает уже 20 процентов и далеко уже стремится к 30 процентам нам все сказки рассказывают что инфляция там проделать 10-12 процентов но я друзья на это могут рассказывать те кто каждый день не ходит в магазин у меня тут жена и с маленьким ребенком я могу сказать что я заходя магазин и покупая детское питание я не знаю где инфляция в 10-15 процентов с тем темпами как меняется сегодня цена на детское питание и на это самое я могу сказать что меня это впечатляет и далеко не 10-15 и даже 20 процентов но это оставим на совести тех кто это говорит так вот друзья мы сегодня с вами создали и дальше продолжаем и темпами создавать доказательную базу чтобы увидели эти крупные инвесторы крупные фонды и я абсолютно уверен что за следующий год идут и подхватят от нас с вами эстафету финансирования и продвижения уже этого проекта то есть что чтобы он выходил дальше и дальше на новые горизонты а мы с вами друзья уже будем получать те венчур премии мы будем получать вознаграждение за те риски которые мы с вами несли сейчас несем и на плечах чьих основная работа именно с точки зрения снятия риска с проектов была сделана и я думаю что это все понимают и те кто был на конференции 25 октября нашей общей skyway и вы видели выступление юницкого когда он в поиск группу поклонился инвесторам сказал друзья вы сегодня делаете самую важную работу которая нужна для развития проекта а то что сегодня подключаются уже крупные фонды это как результат которым мы стремимся это результат который мы сегодня достигаем и рано или поздно он будет обязательно достигнут сделать и запущен так вот друзья это я сейчас подводя итог и скажем вебинар который который идет для новичков которые мы с вами совместно должны отработать если вы думаете друзья что без вас это можно сделать нет конечно вот поэтому мы дальше когда мы его переведем и сделаем на разные языки то это будет уже именно как аргументация что в любой стране любой наш инвестор может взять и соответственно наиболее востребовано наиболее популярные языки те где у нас будут возникаться инвесторы это и в индии ну там английский в основном но там еще ряд языков которые понадобятся это и китай и английский и опять же китайский которые сегодня будут идти и еще на ряд европейских языков которые будут активно продвигать и если через три месяца четыре мы планируем перешагнуть планку в миллион человек это только за счет россии и близлежащих соседей евразийского союза то концу года эта планка будет конечно намного выше когда мы начнем работать уже по нашим основным партнерам в евразии это индия это китай это таиланд это малайзия индонезия вьетнам камбоджа это те страны которые тоже следующим этапом будут подключаться и к адресным проектам и к развитию технологий и тем кому сегодня транснет крайне необходим жизненно важная технология которая выведет всех нас на новый уровень так про вебинары так 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 ну давайте друзья я за чатом не слежу там алексей если какие то вопросы будут ты отвечай а я как раз когда передам слово алексею то я буду уже отвечать на вопросы отвечать на чаты и соответственно вопрос ответ значит дальше работу которую мы как только мы отработаем этот идеальную презентацию мы ее должны сделать компактны в 30 35 минут то дальше работу предполагаем делать следующим образом что мы будем ставить эту презентацию она будет проходить в записи а потом в живую мы будем отвечать на вопросы которые будут возникать у новичков которые будут возникать у тех кто на пришел на вебинар и соответственно второе в перископе и в твиттере мы будем организовывать уже работу где каждый который подключен к этой системе соответственно все мы должны быть там зарегистрированы мы будем уже вести работу по с большим количеством людей которые подключаются делают и соответственно здесь опять же нужно будет ваша помощь для того чтобы мы отвечали и большому количеству людей которые только входят в орбиту мы сразу давали возможность куда зарегистрироваться где получить информацию, где, соответственно, уже начинать работать и даже можно зарабатывать на этом сегодня деньги. Поэтому остановлюсь, прежде чем сделать небольшую заключительную часть, как я считаю, для меня уже нелюбимую, хотя некоторое время назад я это считал основной своей работой, это анализ экономической ситуации, это прогноз, это сценарий развития. Так вот, сегодня я считаю, что, друзья, это уже не абсолютно интересная работа, потому что строй SkyWay, спасай Россию, строй SkyWay, спасай планету, это и есть тот вектор, тот тренд, который сегодня мы первое создали, мы развиваем и тот, который становится основным и ключевым для сегодня всех, кто занимается экономикой, потому что я задаю сегодня вопрос, это как несколько причин, что друзья, когда вы запускали проект гектара земли на Дальнем Востоке без инфраструктуры, без вложений в транспорт, но и в коммуникационную систему, как вы представляли, это будет развиваться и какие люди должны брать эту землю. И когда мы даем инфраструктуру и говорим, что пройдет линейный город, будет легкая доступность из любой дези на Дальний Восток, когда каждый житель Владивостока, Хабаровска, Комсостомольска, Наамуре может за считанные там минуты и там с небольшим час практически попасть в любую точку Дальнего Востока, а потом и Сибири по мере развития, то мы знаем, что вы делаем, а что делали вы. Поэтому без развития этой технологии невозможно развитие этой программы, без развития, соответственно, Skyway адресных проектов невозможно дальнейшее финансирование проекта. Это очень увязанные проекты, это очень увязанные технологии и, соответственно, только тем, что мы сегодня с вами делаем, возможно, количество акций ограничено. Здесь, друзья, тут, скорее всего, ограничено количество акций, а ограничено время, которое можно будет на тех условиях, которые сегодня есть, можно будет входить. Естественно, что смена дисконта, которая сегодня есть, она ведет к тому, что снижается рисковость, снижается венчурная премия, и поэтому те, скажем так, подарки или те, ну, скажем так, поощрения с точки зрения венчурных премий, которые сегодня дает компания, которая дает ее фонды, это Skyway Capital, Skyway Group, Skyway Invest Group, то, что мы сегодня делаем, это именно для того, чтобы поощрять тех, кто пришел на ранней стадии. Естественно, что по мере дальнейшего продвижения, то есть начиная со следующего года, а тем более весна и лето следующего года, дисконты будут резко падать, потому что будет снижаться рисковость, соответственно, это исходя из того, что количество партнеров и количество участников проекта перейдет за миллион. Соответственно, сегодня, вы же понимаете, что тот дисконт 1 к 600, который идет, он рассчитан только на то, что все инвесторы подписываются на регулярное инвестирование, это поощрение того и стимулирование того, чтобы шел гарантированный поток инвестиций, чтобы можно было планировать финансовый поток, можно было планировать деятельность и заказывать определенное оборудование, заказывать уже изготовление модулей, которые требуют все большего и большего возрастания технологий. И только из этих соображений компания и лично юницкие пошли на акции на те, ну скажем так, метод поощрения, который сегодня делается. Вот, поэтому следите за нашим личным кабинетом Skyway Invest Group, то есть все, что связано с транснетом, все, что связано с потребительским обществом Евразия, общественным движением Евразия, который мы создали именно для продвижения и помощи проекту Skyway. И то, что сегодня будет делаться с целевыми программами, это все будет в личном кабинете и, друзья, вы это все в ближайшее время увидите. До 17 декабря можно ли выкупить несколько спецпакетов? Да, друзья, можно, но имейте в виду, что вы тем самым подписываетесь под программу, которая длится, там, по-моему, в 6 месяцев, соответственно, вы берете на себя обязательства инвестировать, вот, все правильно, но пишите, что в личном кабинете все есть, вот, 10 месяцев, да, друзья, я просто, к сожалению, не всегда, которые Андрей Хавратов и Виктор Собор, Алексей Суходоев, вот, а я все больше все-таки по экономическим вопросам. Как получить реальный сертификат? Юрий, все вопросы есть, давайте на это время сейчас тратить не будем, все это, понятно, что новички хотят задать вопросы, но эти друзья все ответы неют и, соответственно, мы с вами, давайте пока двигаться дальше. Поэтому, друзья, я сейчас передам слово Алексею, его и представлять, ну, для новичков, наверное, надо, что это один из первых молодых ребят, который подключился к проекту в марте прошлого года, потом стал активным акционером, потом стал активным менеджером проекта, сегодня это один из ключевых директоров компании, который отвечает и за международную деятельность, то, что владеет несколькими языками, в том числе и французским, для переговора с нашими французскими теперь партнерами, вот, соответственно, он же является, ну, моим очень ближайшим партнером по развитию адресных проектов, которые мы сегодня запускаем, и Алексей своими ногами сегодня проходит всю технологию, все, что связано с запуском проекта в Челябинске, на основе которого мы отработываем всю методологию, весь документ оборот, все переписки, которые необходимо вести с чиновниками, с проектировщиками и так далее, для того, чтобы вы потом имели полный алгоритм для тех, кто будет заниматься адресными проектами. Еще одно слово про адресные проекты, что буквально снова запущен еще один пакет, обучающий пакет, связанный с адресными проектами, этот курс будем вести мы с Алексеем, он будет незначительный для того, чтобы инвестировать и купить этот пакет, но самое главное, мы будем видеть тех, кто хочет заниматься адресными проектами и те, кто будет на этот адресный проект подписываться, на этот пакет, обучающий пакет, он так и будет называться АИП, адресные проекты. И еще один АИП, который будем вести мы с Алексеем, это все, что связано с макроэкономикой, с макропрогнозом, с тем, что нас окружает, для того, чтобы уже выделить специализированную группу людей, которые хотят в этом участвовать, поэтому тот, кто будет приобретать такие обучающие пакеты, связанные с макроэкономикой, соответственно, мы с вами будем проводить уже такие отдельные встречи, для того, чтобы четко анализировать, понимать, откуда возникают тренды, как на все это влияет Skyway. Естественно, что наши такие общие встречи, мы также их оставим, единственное, что они будут проходить уже не в еженедельном режиме, а сначала мы будем делать их раз в две недели, но посмотрим, с какой периодичностью их надо проводить для тех, кому интересно именно участвовать в такого роде работы, потому что основное, друзья, повторюсь, что мы с вами сегодня делаем и задача нашего директорского состава и, соответственно, это требование сегодня проекта Skyway, нам надо все более и более делать интенсивную работу, поэтому, да, друзья, у нас 500, он 35 человек, то есть каждый вебинар у нас где-то 500-600 мы собираемся, вот, это все правильно, но нам нужны сегодня еще и ощутимые результаты, которые связаны с привлечением новых людей, поэтому для новичков мы должны расти просто очень быстрыми темпами и быстро довести вебинары для новичков до тысячи, до двух, потом до пяти тысяч человек, соответственно, объем инвестиций, которые сегодня люди приходят в проект, мы также должны это постоянно увеличивать, потому что, друзья, от этого зависит развитие проекта, мы не имеем права остановиться, мы взяли на себя обязательства, мы взяли на себя ответственность и эту ответственность мы должны проводить и поэтому, видите, мы с Алексеем удвоили количество вебинаров по средам, теперь у нас не два, а четыре вебинара и дальше, скорее всего, мы еще и еще один день введем, когда мы будем с Алексеем проводить. Дальше мы в Твиттере сегодня через Перископ запустили работу и там мы должны тоже собирать по две-три тысячи человек на каждую встречу. Это, друзья, та работа, которую мы сегодня делаем, запускаем и это то, что сегодня необходимо для продвижения, для более эффективной работы с точки зрения инвестиций, развития технологий и капитализации в конце концов наших венчурных кладов, которые мы сегодня делаем. Ну и, друзья, как побочный эффект, я не могу это не сказать, потому что ситуация очень серьезная, она напрягается, видите, нефть вплотную подошла к отметке 40 и специалисты ждут начала следующего года, это уже следующая отметка будет маячить 30, это сложнейшая ситуация для бюджета России, это сложнейшие внешнеполитические ситуации, которые сегодня идут, Украина, Сирия, где нас втянули в очень серьезный конфликт и мы не могли по-другому поступить. Сегодня Россия уже активнейшим образом работает и втягивается в сложнейшую ситуацию, которая идет в Армении, в Карабахе и 58-я армия разворачивается уже по границе Турции и Армении. Это все, друзья, очень сложные вещи и это все очень огромные затраты, которые несем мы с вами, как жители страны и без модернизации, без резкого изменения ситуации в экономике, эту ситуацию развивать дальше невозможно. И как раз здесь Транснет, это единственное возможное направление, которое может изменить ситуацию. И мы сегодня готовим свои предложения, мы готовим это обсуждение и здесь единственный наш аргумент, единственная опора на что мы можем опереться, это, друзья, на вас, это на 220 тысяч человек, которые сегодня поддерживают проект, это на тот миллион человек, который будет в мае следующего года и это на те десятки миллионов людей в мире, которые участвуют и поддерживают этот проект. Другого аргумента, друзья, для тех чиновников, которые должны заниматься своими обязанностями, но у них не хватает для этого либо времени, либо мозгов, либо, соответственно, аргументации. Но те люди, которые сегодня должны отвечать за развитие экономики, финансовой сферы, инновации, они сегодня почему-то занимаются совсем другими вопросами. И не наши сегодня цели, задачи их делать, но я всегда это говорил и буду повторять. Я сразу могу говорить, что я не в восторге и с точки зрения профессионализма правительства, которое сегодня исполняет свои обязанности, оно не соответствует той действительности, которая нас окружает. И я абсолютно убежден, что в ближайшие недели, максимум месяц это правительство будет заменено, когда придут люди, которые будут понимать, что такое инновации, а не Медведев, который несет непонятно какую-то пугу по поводу инновации. Это будут не те сегодня люди, которые занимаются экономическим или финансовым блоком, которые тоже непонятно, чьи интересы они присутствуют, а придут люди, которые будут развивать технологии, будут развивать Skyway, будут строить новые трассы, осваивать новые месторождения и в конце концов выводить Россию на то место, которое ей предначертяно. Потому что вот мы сейчас с Алексеем начинаем считать уже экономику определенных адресных проектов, связанных с сибирским холодом, с освоением сибирских северных месторождений. Так вот, друзья, экономика и доходность, которые сегодня мы вам будем рассказывать для аргументации участия в адресных проектах, я могу сказать, друзья, она зашкаливает, у нас просто волосы шевелятся от того, что мы можем делать и чего нам сегодня не дают делать. Поэтому, друзья, мы сегодня ни на кого не смотрим, мы с вами работаем каждый день, мы делаем и благодаря нашей работе это все становится реальностью. Все, друзья, передаю слово Алексею. Алексей, тебе слово. Сейчас у нас сбоев не будет, друзья, с интернетом. Все, отлично. Раз, младший брат не подвел. То есть, все хорошо. Приветствую вас, дорогие друзья. Ну, собственно, второй вебинар, у нас получается уже четвертый вебинар за этот день. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Друзья, сегодня мы именно протестировали вот эту систему и я думаю, что мы продолжим работать по данной системе, потому что, я считаю, она очень высокоэффективная. То есть, те люди, которые новички и попадают на наш вебинар, да, многие приходят и так, скажем, здесь и остаются, но это люди, обладающие таким вот именно скайвеевским уже мышлением, то есть, интеллектом у нас обладает все, кто присутствует и даже зашел на вебинар просто послушать, то уже можно сказать, что обладают абстрактным мышлением, интеллектом и так далее. Друзья, благодарю за то, что проголосовали. То есть, вот OIP-адресный, это будет специальный пакет, специальный вебинарный курс, то есть, именно курс, можно сказать, коуч, такое модное слово, то есть, коучить мы будем Сергеем Анатольевичем именно по адресным проектам. То есть, все нюансы, весь опыт, который мы имеем уже по адресным проектам, если по-челябинску говорить, то буквально сегодня я вот уже получил проект на смертную документацию от нашей проектировочной организации. Естественно, многие этапы, я считаю, что может сделать ЗАО «Струнные технологии» и уже непосредственно в ходе общения с головной компанией мы знаем, какие этапы нужно будет, соответственно, выполнить на месте в Челябинске и какие будет делать ЗАО «Струнные технологии», то есть, международная группа компаний SkyWay. Но одно я могу сказать, друзья, что на сегодняшний день адресные проекты SkyWay уже шагают по планете, если кому-то кажется, что сегодня невозможно реализовать TransNet, именно как Terso London. TransNet и для людей, которые уже присутствуют на данном вебинаре, понимают, что это сеть нового поколения, это именно надстройка над интернет, я бы сказал, интернет будет встроен в TransNet, потому что в силовые кабели будет зашито оптоволокно и более 10 различных видов сигналов, то есть, радиочастотные, мобильные и так далее. И на сегодняшний день я могу сказать, что мы подготовили уже реестр, многие меня поторапливают, что Алексеев, пожалуйста, разошли реестр. Нам самим на самом деле посмотреть, примерно статистику я знаю, то есть, это количество адресных проектов приближается уже к 50, если не более, и, соответственно, это все страны мира, это все города и очень-очень широчайший географический схват. И, друзья, очень различные направления совершенно используются при инициации адресных проектов, то есть, это начиная от юнибайков и заканчивая высокоскоростными уже транспортными средствами. То есть, и вот тоже в чатах многие меня спрашивают, вот вы инициируете, а хоть бы один реализовался. Но я могу сказать, что это вы не представляете, как быстро пойдет. То есть, пример могу сказать, когда уже прокладывали первые километры оптоволоконных сетей, крупнейшие провайдеры уже узнавали, каким образом наиболее быстро, наиболее дешево проложить эту оптоволоконную сеть, и сегодня десятки тысяч, десятки миллионов, извиняюсь, километров уже находятся под нашими ногами по земному шару, и транснет будет развиваться намного быстрее. То есть, все, что мы сейчас делаем, мы делаем непосредственно принцип дубликации. То есть, у нас сетевое построение корпорации, можно сказать, на данном этапе. То есть, и даже вот сегодня мы прорабатывали такой вопрос, мы его затрагивали и с Виктором Бабуриным общались, непосредственно ввели такое предварительное понятие. Есть у нас понятие краудфандинг, есть краудинвестинг, а если технически, экономически и программно возможно использовать и в реальности, чтобы действовали понятия краудфандинг и краудинвестинг, с учетом того, что краудинвестинг это намного более серьезное понятие, то есть, там люди не просто инвестируют, а получают взамен долю компаний, то есть, являются совладельцами уже. Вот, собственно, что у нас и получается. Мы ввели понятие как крауд профит. То есть, что такое крауд профит и на первых конференциях, я думаю, мы к этому сейчас начинаем с поиска решений, то есть, в том числе и я тоже думаю, мне это интересное направление, каким образом в будущем платить через сеть дивиденды. То есть, вот подставьте плюсик, кому вообще понравилась бы эта фишка, именно выхода корпорации на капитализацию и представьте, насколько быстро уже при капитализации развивалась бы сеть наших сподвижников. И сила каждой корпорации, друзья, это не только в технологии. Сила находится в нас с вами, в людях. И если любую корпорацию покинет более 50% обслуживающего персонала, я не говорю про топ-менеджмент, то эта корпорация просто рухнет, как карточный домик. И никто с этим не может поспорить. И, друзья, вот Apple, я думаю, позавидует тому, что у нас новый продукт будет выводиться на рынок очень быстро, потому что мы все с вами, мы потребители будущего. Мы будем ездить на этих транспортных средствах. И я могу сказать, что те люди, которые не приобрели именные монеты по тысяче, если не ошибаюсь, долларов я приобрел лично. То есть, мне было не зазорно списать. Естественно, у меня идут поступления по инвест-проводящей системе. Я просто проинвестировал в компанию на эту монету. Она сегодня не имеет никакой ценности, но вы даже не представляете, какую ценность она будет иметь в будущем. То есть, не буду раскрывать все карты, не буду говорить ноу-хау этой монеты, но она имеет огромную ценность. И такую же огромную ценность имеют все обязательства, которые на сегодняшний день мы приобретаем. И вернемся к процессу создания адресных проектов. Да, кстати, вот на вебинаре я как-то покажу монету. То есть, она очень красиво выглядит. Анатолий Эдуардович Ницкий лично мне, как и многим, кто присутствовал на закладке нулевого километра, кто приобрел эту монету, присутствовал на конференции в Минске. Это огромное удовольствие слушать гениального изобретателя, генерального конструктора, не менее гениального, чем изобретателя, инженера, генерального директора группы компании Skyway, которая является международной. И когда слушаешь то, что другой человек, допустим, я, Сергей Анатольевич, Андрей Федорович Ковратов, Виктор Собор и другие наши спикеры, Ольга Шантина, Арманд, ну если мы пытались бы повторить, что говорит Анатолий Эдуардович Ницкий, у нас бы не просто не получилось бы, то есть мы не обладаем таким видением, мы не обладаем такой проницательностью и абстрактным мышлением, которое обладает Толий Эдуардович Ницкий. И что касается условий, которые на сегодняшний день мы представляем как статьи по адресным проектам, потому что в адресные проекты, представьте такую ситуацию, что вот сейчас наблюдает нами 20-25, к примеру, крупных инвесторов, и двое-трое из них присоединились и закрыли всю корневую технологию, и мы начинаем работать чисто по адресным проектам. Все финансирование идет чисто на адресные проекты, и все вот эти 200 тысяч, более 200 тысяч людей, которые просто зарегистрированы, которые может быть кто-то не инвестировал, кто-то вообще не следит, но сейчас мы будем создавать информационное поле, чтобы ни одна новость не уходила мимо ушей того человека, который когда-то зарегистрировался, потому что мы стараемся для них же, и, соответственно, мы не хотим получать кучу писем, когда произойдет капитализация, и люди будут спрашивать, а почему вы нам не позвонили, почему вы нас не оповестили. И, друзья, в этом задача нашего информационного поля. В этом наша миссия проводить вебинары в среду, в этом миссия проводить вебинары очень мощные и очень, я бы сказал, так вот, слово «атачные» по информационной, смысловой, духовно-энергетической нагрузке, как вебинары Андрея Федоровича Хавратова. И для посетителей нашего технико-экономического вебинара, вот, так скажем, с легкой руки Андрея Федоровича была выделена такая вот премия плюс 30% на ОИП 1,3. Это только для посетителей технико-экономических вебинаров и только в среду. И я рекомендую воспользоваться этой возможностью, приобрести эти ОИП, это, то есть, 10, 35 и 75 долларов, если я не ошибаюсь, и, соответственно, 48 часов есть у вас срок подумать. Но огромные ценности, я не говорю про обязательства, про их ценность, огромные ценности несут два супер-тренинга, Андрей Федорович. То есть, когда-то я тоже начинал именно с того, что я просто себе поставил цель, я просто записал, я просто начал делать то, чего я не делал ранее, то, от чего я отговаривал себя делать. И вот как раз на вебинаре для всех, на открытой встрече для всех партнеров, все 42 человека, это будет огромной глупостью, если вы не посетите этот вебинар, тем более, идет суперудобное время, 16.00 в Москве. Это системный подход, основа стремительного роста. Друзья, благодаря системе дубликации, как и моему опыту, так и применению опыта Андрея Федоровича Ховратова, сейчас моя личная структура приближается уже к 28 тысячам людей по всему миру. И то, что Арманд подписал китайца, и то, что китайский рынок будет развиваться, это тоже Арманд находится в неком уровне в моей структуре. И представьте, что каждый из нас с вами может наращивать уровни, может рассказывать своим друзьям, своим знакомым, своим окружающим. Они будут, соответственно, наращивать свои круги, именно общения по поводу технологии Skyway. И, друзья, не за горами тот час, когда нас будет на вебинаре, то есть нам не будет хватать комнаты в тысячу человек, не за горами тот час я лично отмечу эту цифру, то есть когда мы перейдем рубеж в миллион людей, это обязательно будет, потому что когда все рушится, когда все падает. И я имею огромный опыт построения бизнеса, как традиционно, он до сих пор работает, но скажу, что переживает огромные сложности, несмотря на то, что работает на автомате. Что говорить про агентство языковых переводов международного класса, многие заводы сейчас, корпорации просто закрываются. И не из-за того, что они что-то не умеют делать, просто такое время, то есть депрессивное время в экономическом плане настало, в технологическом плане, потому что именно сегодняшняя эпоха жаждет новую технологию, жаждет открытия нового технологического уклада. Ну что знаете, мы вот как урали потолок уже, то есть поднимаемся и тут потолок, его нужно пробить и соответственно вот наша технология, технология Skyway позволит распрянуть и плечи расправить нашей России матушке, позволит встать с колен тех странам, которые сейчас испытывают глубочайший экономический кризис, потому что те адресные проекты, которые на сегодняшний день реализованы. Но как я могу реализовать адресный проект, как я могу поехать на велосипеде, если он еще не был изобретен? Сегодня, да, это абсолютно такое простое, общепринятое понятие изобрести велосипед. Но раньше велосипед не был изобретен. И сейчас мы изобретаем то, чего не было. Не просто изобретаем, с помощью математических расчетов, с помощью конкретных программ математического моделирования, с помощью создания модели уже один к одному, уже в железе создается один к одному модель. Я не знаю, честно говоря, это очень такой серьезный секрет, какая модель создается, Unibike, либо Unibus, либо Unicar, но сейчас уже в научно-производственном конструкторском предприятии производстве, если проще говорить, завод струнной технологии, создается модель один к одному. Один к десяти была испытана, то есть успешно испытана. И один из вопросов, который задали меня, как инженера механика, как человека, для которого знакома физика, сопромат, теоретическая механика, надежность, такой вот предмет у нас был. Я сейчас понимаю, насколько важна экономика человека, часы при внедрении, при строительстве транспортной технологии. И, друзья, я могу сказать, что на самом деле наша технология обладает мощнейшим потенциалом, которым не обладает на сегодняшний день ни одна технология. И что касается модели один к десяти, буквально чуть-чуть она раскачивалась, то есть даже не так, а колебалась. И многие сказали, так вот, как бы не сильный ветер, ну, хотя ветер в тот момент был достаточно сильный, то есть деревья качались, раскачивались. И модель один к десяти, вот, ну, буквально вот такого масштаба, она, видите ли, раскачивалась. Но это модель один к десяти. Представьте, с какой силы должен быть приложен вектор силы ветра в Юнибус, в тестовую модель один к одному, чтобы раскачивать вот так, как качалась один к десяти. Это должен быть уже шквальный ураганный ветер. Представьте, если при урагане будет чуть-чуть раскачиваться подвижной состав. Вот, собственно, друзья, вот ради этого мы все с вами развиваем этот проект. То есть вот по вебинарам, по адресным проектам мы будем действительно выдавать шаблоны, которые многие сейчас, кто успел, как говорится, без приобретения ОИП. И это не просто ОИП, вы приобретаете, инвестируете и получаете только адресные проекты, вы также получаете обязательства, друзья. Никто не отменяет обязательства международной группы компаний Skyway, которые уже в 2016 году, когда мы не просто инициировали адресные проекты, а когда мы создадим и начнем строить, и уже поедет первый Юнибайк, либо поедет первый Юникар в Австралии, либо в Ирландии поедет первый Юнибайк, либо в России, либо Юнибус может быть поедет, потому что в Самаре сейчас именно прорабатывается вопрос, на Украине прорабатывается вопрос, во многих странах мира сейчас прорабатывается вопрос. То есть мы увидим вот эту четкую картину, когда будет реестр адресных проектов и краткое его изложение, где что у нас инициировано. Мы обязательно выложим в открытый доступ. И, друзья, обязательно посетите мастер-класс для тех, кто приобрел спецдисконт 100 и инвестировал суммарно 100 долларов, потому что Андрей Федорович Ховратов, я могу сравнить его с уже теряющим свои позиции. То есть вот Рэнди Гейдж также есть, Перископи и так далее. На самом деле не так много относительно смотрят его людей. Намного меньше, чем смотрят вебинары Андрея Федоровича Ховратова, как записи Виктора Собора. Это именно серьезные тренеры, серьезные мастера как сетевого, так и бизнеса, так и личностного роста. И Андрей Федорович Ховратов создает мощную систему дубликации. То есть в какой бы бизнес вы ни использовали, ни развивали, самое главное это система дубликации. И целые заводы можно дублицировать. Дублицировать целые направления корпораций, холдингов можно дублицировать, если система отлажена и она работает. А сейчас как раз таки она работает. Я удивляюсь, буквально за полмесяца у нас оказывается на юге России уже вовсю идут телодвижения. Я думаю, что на теле мосту уже покажут себя во всей красе новые региональные представители. И тот, кто начинал с одного, с двух, с трех людей, сейчас это уже сотни, может быть даже тысячи людей в регионе. Пример могу привести Казань. То есть стратегия ледокола сработала. Опросники общественного мнения в кафе, на улице, в ресторанах, в деловых центрах это все сработало. Присутствовало более 350 людей. Подготовка велась менее месяца. То есть это несколько людей, недель буквально. Эффект был колоссальный. В январе мы уже будем увеличивать вдвое численность. И, соответственно, это будут уже не просто те люди, которые приверженцы проекта, но это будут новички. И это эффект банки соленых огурцов. Когда не соленый огурец попадает в банку с солеными огурцами, то, соответственно, так же становится соленым. Естественно, в абсолютно положительном плане мы, так скажем, действительно и фильм, вот мне порекомендовали посмотреть, чокнутый про строительство именно автомобильных дорог во времена, когда гужевой транспорт был. То есть там был и про Россию рассматривается, российский фильм. И, соответственно, мне будет очень интересно посмотреть, потому что, друзья, на самом деле, вот неспроста мы проводим 4 вебинара в день. Если надо, мы будем еще один день подключать. Естественно, будем взращивать дополнительных спикеров, но как по-другому. Ведь мы строим бам нового тысячелетия. И строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. Благодарю, друзья. С вами Алексей Суходоев. До скорых встреч. До скорых встреч с новичками на наших регулярных вебинарах в 12.19.00 по Москве по средам. Сейчас это обычный наш распорядок. Вебинарный день. Огромная нагрузка, но мы готовы ее нести до победного, потому что победа близка. Демонстрация и сертификация будет уже в 2016 году. Всем счастливо. Пока. Алексей. Я говорю с большим удовольствием выступление на многих вещах. Уже начинаю учиться, смотреть. И если бы все были такие талантливые и молодые ребята, то, хотя я могу сказать, что собирается команда, которая сейчас, она действительно поможет многое. И это точно, что мы дальше начнем делать. И проекты сейчас, вот, я говорю, это без преувеличения. Мы когда реестр сделаем, я очень много сейчас времени трачу и сразу очень много общения за по адресным проектам. И сейчас трудно даже сказать страны, континенты, где мы не ведем переговоры по этому. То есть у нас сейчас активнейшим образом, то есть это наши давние-давние партнеры, с кем мы создали еще пять лет назад вместе с юнитским компанией в Кипре и в Израиле для определенного продвижения. Вот сегодня опять эта команда включилась. Это очень влиятельные люди и в Израиле, и здесь в России. И мы тоже как раз обсуждаем. И уже создается, регистрируется компания непосредственно в Иерусалиме для запуска и отстроения ряда проектов. Поэтому это все, друзья, движется и все это выходит на новый этап. И этот этап начинается. То есть я вам говорил, что я проводил десятки и сотни переговоров с крупнейшими инвесторами, банками, фондами. Вот. Но сегодня это выходит на новый уровень именно с точки зрения, что наша с вами работа, краудинвестинг дает результат. И мы как раз подходим к тому, что есть что показать, есть что сказать. И самое главное, что аргумент, который сегодня действует на них всех безубойно, что, друзья, мы без вас сегодня не пропадем. Не хотите подключаться, ждите. Месяц, два, три, полгода, сколько угодно. Сколько вам надо, столько вы и ждите. Но каждый месяц, каждый раз условия переговоров, условия будут совсем другие. И они это уже понимают. И они понимают, что если сегодня они не войдут, то войдут другие. Если сегодня, на сегодняшних условиях, которые мы обсуждаем, мы не ведем, а краудинвестинг будет закрывать новые и новые рубежи, соответственно, для них, как венчурных питанистов, как инвесторов, соответственно, прибыль и доходность будет уменьшаться. А сегодня, когда мы вышли уже на переговоры по очень серьезным адресным проектам, которые уже, скажем так, порядок цифр выходит на десятки миллиардов долларов, естественно, что интерес к этому и у инвесторов, и у чиновников, которые за это отвечают, становится несколько уже другим. Поэтому, друзья, это, еще раз я говорю, это естественное развитие событий. Мы дальше двигаемся и будем двигаться в этом направлении. Вот поэтому, вот сейчас пошел опросник, друзья, по новым приглашенным, поэтому давайте, друзья, все-таки эту работу сделаем системной, потому что мы сейчас очень много обсуждаем на директорском совете, совете директоров, и как раз Андрей Хавратов очень жестко сейчас ставит работу, очень жестко ставит вопрос, друзья, бизнес может развиваться только системно. Если нет системы, это хаос, это не может быть активно развивающая структура. А то, что мы сегодня делаем, миллионы зарегистрированных людей, десятки миллионов привлеченных инвестиций, которые у нас должны, сотни адресных проектов, которые запускаются, это все очень серьезная, сложная, кропотливая работа, и ее надо делать день. Не бла-бла-бла чесать языком, не говорить, что я там сторонник или союзник, и я очень сильно хочу, а каждый день делать системную работу, каждый день общаться с новыми людьми, каждый день вести встречи и вебинары, каждый день доносить информацию. И в этом плане, видите, друзья, мы делаем абсолютно всестороннюю разную работу, связанную с доведением информации. То есть сейчас мы с Алексеем ведем 4 вебинара, Андрей Хавратов тоже ведет где-то 5 или 6 тренинг в неделю. Вся наша команда работает очень интенсивно, мы сейчас каждую неделю вводим конференции, которые будем именно собирать в городах, доводить, показывать. Мы будем проводить тренинги и объяснять людям и по поводу того, что сегодня делается с гектаром земли и почему сегодня жители Дальнего Востока должны 100% заявиться. Все остальные это по желанию, но все, кто сегодня знает, что такое SkyWay, все знают, что такое проект, который сегодня недоступные территории делает доступными. Это говорит о том, что эту землю надо брать. Это серьезнейший ресурс, который сегодня нам предоставляет президент Путин. И второй вопрос, что именно через проект УПО Евразия, когда не просто абы где брать эту землю, а именно в логике построения линейного города, именно трассы, которые будут возить сибирский холод, именно компании, которые будут капитализироваться на триллионы долларов, именно к этому процессу надо подсоединяться и именно становить участников проекта. Для этого сегодня Юницкий разработал систему по привлечению десятков, сотен тысяч, миллионов людей, которые могут стать совладельцами интеллектуальной собственности и технологии. И мы, соответственно, друзья, сегодня все это обобщаем, делаем и как результат, мы с вами видим строительство, видите, мы сегодня, Михаил Кириченко, я считаю, очень блестяще ведет сейчас вот эти репортажи, это находка для всего проекта Skyway, я считаю, что это профессиональный диктор, профессиональный человек, который может доводить информацию, когда он рассказывает и делает, ну, друзья, я могу сказать, что, по-моему, ни у кого не остается сомнений в том, что это действительно серьезно, это действительно работает и это действительно соответствует тому, о чем информация говорит, знаете, как по Станиславскому есть, не верю, а вот Михаилу Кириченко смотришь и веришь, поэтому я считаю, он действительно достойный, такое медийное лицо сегодня проекта Skyway, вот, строй Skyway, спасай планету, у него это звучит настолько убедительно, что мы это оставляем ему, а строй Skyway, спасай Россию, это все-таки наша прерогатива, потому что они в Белоруссии, у них вся евразийское пространство, мы более так концентрируемся на России и наша задача все-таки в первую очередь спасти Россию как основного сегодня инвестора, как основного сегодня рассадника, кто поставляет инвесторов и участников проекта, хотя я могу сказать, что сегодня вот я общался с людьми из Франции, вчера мы обсуждали вопрос на директорском чате, у нас появился первый инвестор в Северной Корее, это, друзья, тоже очень знаменательный момент, Арман сегодня в Таиланде поделился подписать китайца, который из континентального Китая, который тоже стал участником проекта, единственная проблема, не знает, как его верифицировать, потому что он пишет иероглифами, а иероглифы пока наш личный кабинет не воспринимает, но это, друзья, все решаемые проблемы, вот, поэтому, так, тут по земле впереди паровоз, да, друзья, по земле не спешите, никто не опоздает, закон вступает в силу только с 1 января, землю начнут выделять только 1 мая, поэтому мы, друзья, сейчас с вами говорим, готовим всю систему, всю работу, как она будет делаться, дальше, естественно, наш IT-отдел должен отработать с правительственными структурами, как им подавать заявку, поэтому, друзья, здесь ничего страшного я могу сказать, и земля есть, ее много, и закон работает на всех, хватит, поэтому здесь, друзья, все своим чередом, поэтому здесь и откладывать это в долгий ящик не надо, ну и, соответственно, считать о том, что вы не успеете или вы опоздаете, здесь тоже такого нет, не надо, друзья, из этого делать ажиотаж, самое главное сейчас понимание, чтобы вы понимали, почему эта земля будет очень дорогой, почему линейный город Евразия будет самая развивающаяся территория на Евразийском континенте, почему сегодня бизнес на сибирском холоде, это сегодня на порядок превосходит по доходности и по эффективности бизнес Газпрома, соответственно, почему сегодня это является основным ресурсом и, соответственно, почему сегодня Skyway дает освоение северных территорий, освоение северных рождений, которые сегодня будут давать основной прирост ВВП в ближайшие 10 лет. Вот это как раз, друзья, необходимо доносить, понимать, что вы это понимали, вы могли это донести, вы могли это объяснить, а, соответственно, с нашей точки зрения мы должны подкрепить все это, мы должны дать всю обосновывающую доказательную базу, но, друзья, это все, соответственно, у нас все более либо становится легким, потому что идет строительство в Марьиной Горке, идет работа конструкторского бюро каждый день и это как раз то, что мы создавали, то, что мы запустили и то, что сегодня, друзья, это активно работает уже и помогает дальше нам развивать, продвигать и, соответственно, создавать Skyway. Поэтому, друзья, давайте еще раз обращаюсь к вам с таким очень серьезным обращением, предложением, пожеланием, просьбой, что завтра в 16 и в 18 будут тренинги Андрея Хавратова. Друзья, то, что Алексей сказал, это действительно очень важно. Приходите, смотрите, это очень полезная информация, которая вам поможет дальше работать и более интенсивно. У нас нет времени на раскачку, у нас нет времени думать что-то потом. И, как вот сейчас общаюсь с одним очень таким большим лидером, который год назад инвестировал сам, потом он привел даже Алексея в нашу компанию, за что я ему очень сильно благодарен. И год ничего не делал. Сегодня он активно набирает обороты, он активно начинает работать и единственное, что говорит, вот жалею, что год работал не так. Я говорю, так что год? Год ты ждал, год ты смотрел, умрем мы или не умрем, будем мы развиваться или нет, на чем строить или нет. А сегодня тебе стало это все очевидным, и ты говоришь, почему же я это год назад не принял. Поэтому год назад, когда люди пришли, для них были одни дисконты, сегодня другие, это венчурная премия, а завтра будут совсем третьи. И здесь вот, друзья, не обессудьте. Это совсем разное по доходности, по вознаграждению работа. Год назад, сейчас и та, что даже будет через месяц. Поэтому, друзья, это тоже надо понимать, это тоже надо ценить. И, соответственно, ту информацию, которую мы сегодня вам даем, которую вы получаете, ее тоже надо именно разумным и рациональным образом использовать. Поэтому, друзья, я рад, что вы с нами, я рад, что мы с вами вместе движемся и работаем. И, как вы видите, все работа у нас становится все более интенсивной и интенсивной. У нас телемост даже будет не один, а два. То есть и 20-го числа, который мы проводим, инициируем как SkyWay Invest Group. И на ней тоже будет выступать и Юницкий, и Бабурин. И мы, соответственно, участвуем в совместных проектах, которые сегодня ведется, вся группа SkyWay. Соответственно, это работа общей цели и задачи у нас одни. И поэтому, друзья, строй SkyWay, спасай Россию. Это наше управление. Строй SkyWay, спасай планету. Это Михаил Кириченко. Соответственно, это их прерогатива. Ну а мы, как Transnet Group, объединяем мир, строим проекты. Это наша работа. Всего доброго, друзья. До новых встреч.